Всем привет! Мы продолжаем проходить не на куни, но как вы помните, в прошлый раз мы с вами получили пропуск на корабль, но тут Константин Денисов написал ответ на загадку Гораци. Я такой, блин, ну я же ее вроде как сделал. Я, короче, побежал проверять, сделал я или нет. Оказалось, что действительно я ее все-таки выполнил, и вы все это видели, скорее всего. Но при этом я не удержался и немножко посражался с врагами. Соответственно, у нас народ конкретно подкачался, а у многих появились новые всякие скиллы. Давайте ими займемся. В частности, вот этой штуке появилась карусель у бананчика. Вместо тупого удара можно взять пескозрыв, но я не знаю, стоит ли оно того. А у птички, эй, птичка, можно взять здоровое сияние. Фокус-фокус. Да нет. Наверное, нет. У этой штучки появилась... Ну, мы можем взять, например, пакость. У, объятие зла. А, у нас они уже есть. А облако тьмы скоро будет. Ладно, давайте тогда пока пакость возьмем. Эй, куда это я вышел? Так. У крыть тигренка. Ничего. У вот этой штуки. Бум-бах. Но даже не знаю. И у нашего вот этого вот товарища тоже пакость, но две пакости нам точно не надо. Я думаю, можно сменить вот это на окаменеющий пших. Ну, и, кстати, давненько мы наших не кормили. В частности, я бы начал, наверное, с Рубаки. Потому что мы точно знаем, что он любит шоколад. И мы ему этого шоколада сейчас конкретно принесем. Плюс это повысит нам атаку. Ну и заметьте, что он так прокачался заметно. Ну, и, соответственно, уже у него сила была такая, что мы просто по пустыне шли как нифиг-нафиг. У меня сносили вообще все, что можно было снести. Это было приятно. Так, ну, весь шоколад мы ему скинем. Все-таки. Хотя я так чувствую, он у нас сейчас объестся просто этого шоколада. Но я хочу связь довести до максимума, посмотреть, что это нам даст. Ладно. Ну, и на этом, наверное, закончим. По крайней мере, он сыт. Ну, а мы с вами тем временем прыгаем на корабль. Погоди минуту, парень. Ты хочешь прямо сейчас подняться на борт? Уверен, что готов к всему? Море от тени аквапарка, чтобы ты знал. Мой дядюшка бы тебе многое рассказал. Что вы имеете в виду? Опасно там вот что. Так что нужно подготовиться и запастись провизией, прежде чем мы отправимся в осеннюю. О, наверное, ты прав. Да, у нас, в принципе, все есть. Что нам еще нужно? Вот вы где. Прошу прощения, мы немного задержались. Подготовка завершена. Немедленно отчаливаем. Есть, капитан. Поднять якорь. Якорь встал. Нас ждет очередное путешествие. Мое сердце рвется в море. Мы отплываем. Есть, капитан. Мы плывем. Ах, как это волнительно. Думаю, будет весело. Семь морей ждут нас. Поднять паруса. Поднять грот. Лево-набор. Блин, как же сказочно все это. Да, и мы помним, что нам бы еще крабик найти. Шадо, у тебя затруднения? А гонору-то было. Дурак, если всерьез полагал, что хранитель вулкан надо лить чистосердечного... Ха-ха-ха-ха. Боюсь, наш палач оказался слегка беззубым. Хм, может, он забыл, что ему приказали? Ну, Шадор, что теперь? Теперь я ничего не оставлю на волю случая. В этот раз я покараю его своими руками. Ха-ха-ха. Значит, наконец-то решился? Давно пора было. Ваши светлости, прошло тишины. Хорошо, Шадор. Я дарую тебе новую силу. Силу вызывать бурю. Это честь для меня, Ваше Величество. В этот раз он будет уничтожен. Не подведи меня, палач. Ах, запах моря. Как же он будоражит мою душу? Друзья, вы имеете управлять кораблем? Нет. Ага, не бойтесь. Тут нет никакой тайны. До управления используется левый стик, а с помощью правого можно менять точку обзора. Уверен, вы освоитесь очень быстро. Если решите высадиться на берег, подойдите к нему и нажмите А. Когда решите снова отправиться в плавание, подойдите к кораблю и нажмите А, чтобы подняться на борт. Наш путь лежит к дальнему континенту Осения, что к северо-востоку отсюда. Там находится город Гамелин. Если вы потеряетесь в открытом море, на выручку вам придет карта мира. Находясь на борту морской коровы, нажмите правую кнопку, чтобы свериться с картой. Если вы же не находитесь на борту корабля, нажмите правую кнопку, чтобы открыть локальную карту, затем нажмите Y. С такой картой вы точно не заблудитесь. Спасибо. Давайте посмотрим ее. Оу. Ничего себе мир. Ничего себе мир. Так, но течением унесло, помните, крабик. Куда же его могло унести? Вон там я вижу, как эта штука плавает. Ничего. А мы можем здесь высадиться? Нам почему-то не дают это сделать, кстати. Оу. Но я как-то проплыл. Может, вот на том пляжу на востоке он? Ну, то есть, чувак говорил, что его снесло на восток. А что будет, если мы на этого китана рвемся? Ой, он от нас бежит. Ух ты. Уу. Снокунь, жапчик. Какие занятные штуки. Ку-ку в шин. Хе-хе-хе. Да. Чуваки по полной, конечно, проявили фантазию. Ой. Эстер. Сиренада. Давайте первого заманивать. Но. Странное создание, конечно, ку-ку в шин. Так, теперь я бы хотел переключиться обратно на Оливера. Ой. Это что, всех усыпляет? А, нет. Ой, Оливер сам пошел в бой. Это, наверное, опрометчиво. Почему рубак-то убрали? Так, и жаба-жаба. Ну, как видите, Оливер, у Оливера эта трубака просто монстр. Ку-ку в шин. А мы с вами вообще фамильяр-то убрали, всех не нужно. Да, давайте мы возьмем. Кубки. Ку-куль. Кубок. Кувш. Ну, мне кувш нравится почему-то. Ну, это коротко и нормально так звучит. Я бы его сразу и посмотрел, кто это. Это какая-то штука-фейка. А, мы такие не любим. Ладно. Мне просто все еще интересно, куда унесло краба-то. Его могло вот на этот остров закинуть? Здесь, смотрите, целый такой... А, вон, кто-то ходит. Но там этот кто-то, это враждебный кто-то. Это, судя по всему, котик. А, хотя что-то вон блестит. Так. А что блестит? Нет. Это какой-то цветок. Тут ракушка и ничего. Я в такие моменты всегда боюсь, что наш корабль кто-нибудь уведет. Такое тоже, наверное, случается. О, какие-то тут штуки странные ходят. Ага. Давайте высадимся пешком, а бежим мы, наверное, быстрее, чем на корабле. Я буду плавать. Вот это вот что за покемоны. Подкрадемся? Открадемся. Открали. Ой. Барбаран. А мы, кажется, их видели, нет? Ну, не знаю, видели или нет, но, по крайней мере, рубака против них силен. И он сейчас... Ай. Так. Он сейчас с ними расправится просто в счет. В лед, вернее. Ох. Ха-ха. И осталась последняя креветочка, которая быстро огребает. Я не метаморфозе наших созданий, потому что жду все-таки, когда они достигнут максимального уровня, чтобы, естественно, метаморфозу сделать, ну, максимально полезной, крутой. Возможно, они бы уже были гораздо сильнее, но зато потом, финально, они в итоге будут сильнее, чем будут, если мы метаморфознем сейчас. О! Это же мистер Крабс, да? Нет. Нет. Или да. Ну-ка. Язык природы, не? Ничего не произошло. Ай. А куда же тогда его снесло-то? Вот, штука сама на нас побежала. Так это она самоуверенная. Я, кстати, потихоньку как-то это освоился все-таки с механиками. Ну, стало гораздо легче. Когда привыкаешь уже, что, где, потому что сначала приходится напрягать мост, ну, это, знаете, как водить машину. Ты поначалу смотришь вообще на педали, потом в какой-то момент уже начинаешь соображать, как оно. Ой. Вот и все. Примерно и тут. То есть плюс игра выходит регулярно, поэтому я, ну, вполне себе справляюсь с этим. Ну, кексик дает далее. И котик у нас. Ну, смотрите, у Сача у него атака 56, что ли. Он 56, да. А у нашего рубаки она уже за сотку. Поэтому, собственно говоря, Станиславский я использую рубаку, потому что он, ну, просто у нас пока что самый-самый мощный тут. Ну, а враги тут, ну, не представляют какого-то... Какой-то сложности. Ну, то есть тот же кот их бы бил в два раза слабее. А зачем мучиться, если у нас уже и так есть крутой перекачанный персонаж? А другое дело, я думаю над тем, что этих покемонов здесь дофига. И, ну, я очень люблю взять одну команду и играть, как бы ее осваивать. А с другой стороны хочется показать всех. А с другой стороны всех раскачать, это же целое приключение будет. И вот тут я действительно... О, вот он, наверное. Вот он. А-ка. Э, надо, видимо, смотреть на него. О, вот так вот. Вот это жизнь, еды вдоволь, волны ласковые. Это крабовый рай. Конечно, когда меня выбросило на этот берег, мои первые мысли было не это. Я был убежден, что закончу свои деньки отшельником. Краб-отшельник. Но это место гораздо спокойнее, чем бухта отверженных. Здесь я будто переродился. Мне не зачем возвращаться назад. Так вы раньше жили в бухте отверженных? Дружили ли вы с другим синим крабом, который там живет? Что? Ущипните меня, если я сплю, но вы понимаете, что я говорю? И откуда вы узнали про моего друга? Того, что живет в бухте отверженных? Ваш друг попросил поискать вас. Понимаете, он очень волновался и хотел знать, в порядке ли вы. Он? Он правда волновался? Понятно. Эй, может вы передадите ему от меня сообщение? Что-то вроде... У меня здесь все отлично. Тут множество еды и погода, что надо. Поспеши и присоеднись ко мне скорее. Хорошо, я передам ему. Он точно обрадуется, когда узнает, что вы в порядке. Спасибо, юноша. Я бы пожал тебе клешню, если бы был чуть повыше. Уф. Ну, я думаю, пока мы не отплыли слишком далеко, стоит, наверное, быстренько вернуться. Ой, а там, смотрите, ходит вот эта штука. Эй, где-то штука. Вот по кустам она ныкается. О! Не смогла сныкаться. Вернее, она в итоге на нас хиппавли. На нас побежала. И вроде как это какой-то дико крутой кастер. Ой. Рубака, рубака, рубака. Погнали. Ну, 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 ну. И сейчас вы увидите, как он вообще тут ему... Тогда он наносил этому кошмару где-то 330 урона. О! Эй! Эстер! Ловим. Супер! Слушайте, супер! Вот эта штука нам нужна. Как нам повезло, что мы ее словили. Потому что она вроде как и лечит, и то, и сё, и пятое, и десятое. В общем, должна быть вроде как очень даже годной. Но сейчас мы это проверим. О! У нас, кстати, там хиппи. О, вот это сразу я беру, всё. Да, хиппавлин по кличке хиппи. Теперь у нас есть фамилии архип. Посмотрим. Он рыбный. А кто здесь, кстати, рыбка? Давайте Додонго, Добронго, заменим на вот этого вот чувака. Он уже, кажется, прокачанный или нет? Я не понимаю. А, блин. Посмотрим, что у меня с приемами. Да, судя по всему, он всё же не прокачанный. Но вроде как реально в рейтинге фамилиаров он очень высоко. Поэтому здесь давайте-ка снаряжение. Да что ж такое-то? Я всё А сверху жму. А снаряжение А. Снимем? Как его убрать? Да что? Ты только что говорил, что такое. Ой, ребят, я освоился. Всё здорово. Ага. А. Магическая атака и вот это. Ну и отлично. Ну и здорово. Так, ну а мы с вами тем временем вернёмся на корабль. Ага. Ууу, прикольно. Карта мира это клёво. Мне единственное, что терзает вопрос, а будут ли у нас какие-то быстрые путешествия между городами? Потому как, помните, у нас с вами в Каталании остался... А, ладно, давайте сразимся с ним, раз бежит на нас. Так вот, у нас в Каталании остался сундук, который мы не открыли, как раз, который вот этот вот свейн... Свейн умеет открывать. Ой. Ой, рубаку накинули. Ха-ха. Рубака. Защищай её. Рубака, что ты делаешь? Остановись. Во. Отлично. Угу. А вот этот вот гранитный камень, это вроде как лучший танк свейн. Я, ну, как бы периодически что-то гуглю, но от спойлеров как бы воздерживаюсь как от огня. Потому что, ну их нафиг. Но вот какой фамильяр круче, мне всё-таки интересно. Ну, скоро-скоро у нас будет прям целый цикл метаморфоз. Уф. А Плитан вообще как-то рано готов метаморфировать. Метаморфировать. Давайте вернёмся с вами в бухту отверженных. И вот тут ещё какие-то штуки плавают. Попробуем к ним подобраться. Может, поймаем кого. Тоже было бы интересно всё-таки посмотреть. Кувшинчик у нас есть. Плескат и сплюх. Оу. Ну, ладно. А, сплюха, кстати, на кого-то похоже. Я не совсем могу понять на кого. А, там какой-то гамболт, что ли. Как-то так эта штука называлась. Я, правда, не смотрел, но как-то, как-то, короче, в моём информационном пространстве это всплывало. Ох. Ну, разделываем мы всех вообще в лёд. Это радует. Даже несмотря на то, что мы немножко, получается, даунгрейднули несчастную эсту. Ох. Ну, и тем более, я так думаю, что немножко подкачаться нам не помешает всё равно. Чем более мы прокачаны, тем легче нам будет дальше, тем проще нам будет наших фамильяров метаморфировать, имея при этом минимальные потери какие-то. Зайдём в гавань. Эй, а как мне зайти-то? Или, типа, нам надо где-то причалить и пешочком? Видимо, как раз вот этот вот берег для этого и создан. Эй, я надеюсь, что мы прямо в город сможем с вами. Ну, на корабле заехать, имеется в виду. О! Мы с вами, кстати, автоматом переодеваемся всё же в пляжную одежду. Так, давайте заодно, кстати, скинем фамильяров, которые которые нам не нужны. Вот эта штука, да? И вот эта штука, да? Знаете, хоть я и говорил про постоянную команду, но всё равно она у нас с вами в итоге меняется очень бодро. Так, а где этот крабик был? По-моему, где-то на пристаге. Стоял, смотрел вдаль. А, вот он. Правда, я не помню, какой у него голос, но вы, скорее всего, тоже. Так что, какой будет, такой и будет. Ну-ка, мы нашли вашего пропавшего друга, мистер Краб. Правда? Вы привели его с собой? Ну, видите ли... Так его выбросило на пустынный остров, да? Что ж, кажется, он там хорошо проводит время. Ну, почему бы вам его не навестить? Навестить? Хм, да, наверное, так и сделаю. Он ведь меня пригласил, в конце концов. Спасибо вам большое за то, что нашли его. Пожалуйста, возьмите это. Вы заслужили награду. У, крепкий кофе и 400 гульденов. Так, а что у нас с наградами, кстати? И... А, кстати, а не открылись ли нам новые эти... А, новые награды за карточки заслуг? И я тогда попытаюсь вспомнить, а где здесь вообще лодка стоит? Ну, лодка охотника за головами. А, вот там вот, я вижу, там уточка такая же. Ммм, блин. Сложно ориентироваться в этих городах пока что, но... Ничего. В чем нам говорили? Типа, закупи, затарься, но... О, снова квест. А, девочка, которая хотела увидеть магию, нет? Да, это выполняется. Ну-ка, дядь. А, награды за заслуги. Во! Одна карточка. Помогает вашему кораблю быстрее бороздить морские просторы. Ну, у нас этой карточки еще нет. Ну, собственно говоря, когда у нас были карточки, мы не могли это сделать. А теперь уж извини, видимо, не скоро мы ее получим. Так, ну, а нас с вами все-таки ждет новый город и поиски местного мудреца. Не зря же мы все это затевали с вами. Понеслась. Ох. Эй, 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 кораблик. Так. Если кого-то начнет укачивать... Я помню, мы как-то с друзьями какое-то время очень много рубились в World of Warships. И вот реально, ну, там, не знаю, часов по пять в день, по шесть. Эй. Да... Вот гадство. И, в общем-то, ты... Тучелов. Надо его по-любому ловить, потому что он, скорее всего, будет какими-то крутыми, раз он на нас сам напал. А, так. Рубака. А, че? Давайте лучше тогда он флескатами займется, потому что по флескатам... Блин, че-то может дырить до хоровых. Вот это вообще ништяк. Ай, нет. Так, мы переключаемся на эстер и исполняем сиренаду резко. Давайте ловить вот эту штуку. Причем остальные начинают при этом атаковать эстер. О, флескат наш. Ну, с ним мы разберемся еще. Может, еще и тучелову поймаем, да? Эх. А давайте-ка переключимся обратно на Оливера. И... Выбежит Рубака. О! Опа, опа, опа. Так. И его тоже мы хотим. А неплохо. Вот внезапный бой, который вышел в итоге крайне удачным. Причем тучелов выглядит сильным, как мне кажется. Ладно. Сейчас будем смотреть. Ох. Так. Да. Кат. Лески, плис, катик. Ну, кат тогда. Что-то катик мне совсем не нравится. Могли бы назвать, не знаю, катка. Облачь, бриз, ореол, аура. О, аура. Мне кажется, из всего этого самая крутая аура. Да. А мы потом имена можем менять им, кстати? Видимо, не очень. Вот эта штука, это какая-то синяя рыбка. О. Угу. А может мы тогда птичку заменим? Вот это никому? А он выглядит, кстати, перспективно. Давайте тогда его... Блин, ну мне нравится вот эта штука, не допырь. У нас же нет такой цели, чтобы у нас были прям все. Но хотя... Но он прикольный. И рыбка. Тяжело. Эм, блин. Но не топырь прям реально хорошо все делает. Давайте оставим как и есть пока что. Потом я гляну вообще еще раз. Кто крутой, а кто не очень. И, может быть, поменяем. Ух ты. Ух ты. А что там за штукенция такая? Она на нас не нападет? Давайте-ка поговорим с ней. Эм, ну я бы попробовал. Мы можем, конечно, не справиться. Но я для этого сохранюсь. Ого. Ну, да, наверное, мы не справимся. Хотя... Хотя, почему нет? Он же неспроста здесь стоит. А, давайте рубаку заменим на кого-нибудь. А у кота есть что-нибудь дистанционное? Вообще, Оля может, наверное, заклинанием. Каким-нибудь, типа... О, излишний вес. Попробуем, молкин. Угу. Так. Заклинание, заклинание, заклинание. О, нас подлечили. А тогда не заклинание, тогда просто пойдет рубака вперед. Так. Вообще, было бы хорошо, если бы вот этот каменный чувак танковал, потому что он вроде как танк. А получается, что танкует у нас никто иной, как мистер рубака. Но зато мы чуваку сняли уже половину хп. Сейчас посмотрим, как вся коротигренок покажет. Но кажется, он упирается в рубаку. Надо тут немножко нам разойтись. Заодно и подлечимся. Ну и, в принципе, развернуть его во все стороны... Ой. Ой-ой-ой. Оливер. Оливер, надо лечиться. Ага. Во-во-во-во. Нас лечит девчуля. А мы, в свою очередь, наверное, можем попытаться, не знаю, импульсом укинуть. Сработает ли? Ну, так себе. Ну, видимо, рубаке выходить, бедняги. Потому что рубака хорошо по нему проносит. Во. И у нас есть шанс. Не, кажется, мы его завалили. Внезапно совершенно на ровном месте стоял этот голем. А, рубака, отходи. Отходи, рубака. Ай, рубака, рубака, рубака. А, вот нас лечат. Но у рубаки заканчиваются силы. Давайте тогда Оливер зайдет. И попробуем огненным шаром, да? О, промазал. Так, что у нас еще есть? Заморозка. Может быть, она? Нормально. Так, ну и снова мистер рубака. А давайте им что-нибудь сделаем. Бум-бах. Ну-ка. А, все. Должны доковырять. Крепкий, чувак. А что он такое охранял, мне интересно? Стоило ли оно того вообще? И нужно ли было нам сюда? Так. Опыта, кстати, немного. Вот вообще немного. А-а-а. Это была охота? Да хорош. А, смотрите, у нас еще две охоты. Так, давайте тогда их сделаем. Чего это я? Блин. А там, смотрите-ка, есть какой-то горящий тюрбандит. Банан более крутой. Но я не знаю, может быть, те персонажи, которые нами прокачаны по максимуму, будут в итоге сильнее? Я в основном на это надеюсь. Давайте не будем никаких лишних встреч организовывать. А, так, а как локальную посмотреть? А, локальную никак. А где-то вот здесь, на острове, да? А, вот это вот, видимо, вот этот котик. Правильно я понимаю? В принципе, похож. Он тем более никак на нас не реагирует. Давайте попробуем. Да. Кот-бретер. Угу. Ну, опять же, я думаю, рубака сейчас должен затащить. Кот-карманник, кот-воришка. Ну, давайте начнем с кота-воришки. Что-то мне не нравится его имя. Эй, рубака. Рубака, давай. О, а тут все крепкие, на удивление. То есть, все не так плохо. Не так легко. И отовсюду слышится недовольная мяуканье. Такая битва занятная, мягко говоря. Но, к счастью, у нас самый крутой кот занимается тем, что бьет по нашему самому танковому танку. Так. А, давайте рубаку обратно, и у нас выйдет... Ай, мистер кот. А. А, ладно. Оля справится. Давайте выберем заклинание и каким-нибудь огненным шаром по... По кому? По вот этому коту. О, он даже вежливо подождал. Но ему это не зашло. Попробуем импульсом. О, отлично. Так. А-а-а. У Эстер, скорее всего, нет маны. Так точно. А давайте-ка ей тогда восстановим хоть немножко маны. Пусть она выпьет... Эээ... 200 очков здоровья, 30 очков маны. Да. Пусть она кофеечек выпьет тогда. Во. И у нас выходит... У нас выходит рубака. А рубака, соответственно, сейчас разделывается вот с этим котом воришка очень быстро. Я надеюсь, по крайней мере. Да. И у нас остался только босса. Вот так гораздо интереснее. Плюс Эстер нас бодро лечит. За что ей спасибо. И теперь просто звучит постоянное недовольное мяуканье. Хе-хе. Все. Правильно. Фу. Это внезапно чуть не обернулось бедой. Ну, нормально так. Так. Ага. Тоже охота завершена. Но я бы нас подлечил. Так. И давайте посмотрим на нашу команду. А, нет, смотрите, ка он еще уровни получает. Кактус тоже. И Коротигренок, будь здоров, тоже получает уровни. Ну, ладно, раз уж мы на этом острове, заодно заберем то, что здесь растет. И посмотрим еще раз на карту. А, вот здесь где-то в воде. Ладно, надо сохраниться. Так. В корабль. А в корабле мы локальную карту видеть не можем, да? Кажется, да. И это немножко прискорбно. Но ничего, поплывем с вами в открытые воды. Я постараюсь всех нежелательных столкновений избегать. А что будет, если постоянно плыть в одном направлении? Мы уплывем за карту. Ой. Или нет? О, вот эта штука, наверное, это оно и есть, да? Да. Рыбакит. О, он один. Но, с другой стороны, голем тоже был один. И это, ну, все равно нам не сильно помогло. Ой. Рыбакит лупит вообще очень даже. Поэтому, наверное, хорошо иметь какого-нибудь оранжевого кастера персонажа, который сможет в таких ситуациях стоять вдалеке и давать вот этому вот монолит лиховать спокойно. Рыбака. Давайте заменимся на Оле. И я себя подлечу. А он прям конкретно за нами прет. Сволочь такая. О, нас подлечили. И настало время Рыбаки, потому что иначе сейчас Эстер достанется. У Эстер защита не такая хорошая. О, она нас усилила все. Эй. Ты не наглей, друг, Рыбакит. Ха. Я что-то подумал. Раз уж мы сейчас получим кучу карточек. Что нам мешает снова вернуться в город? И, собственно говоря, сдать эти охоты. Но заодно ускорим кораблик. Потому что, я так думаю, в новом городе нам так спокойно сразу гулять не дадут. Поэтому давайте-ка это сделаем. Я, наверное, путь... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Со спины. Неприятно. Ай. Очень неприятно. Так. Выходит Рыбака. И он займется плескатом. Просто потому, что... Эээ... Он имеет над ним преимущество познатки. Ох. А у нас танчит Эстер у всех. Это нехорошо. А, ну с плюха довольно-таки быстро, кстати, вырубается. Да и тучелов, я думаю, долго не продержится. Все. Эээ. Рыбака. 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 Жалко. Эта штука, по-моему, дофига всего восстанавливает в конце боя, если что. Мм. Кстати, мы тогда, если до города уже возвращаться, то мы с вами и в таверне сможем отдохнуть. Да, в общем, я хотел сказать, что я вырежу этот путь. Ну что ж, я сбросил тех, кого мы наловили, ну и добежал, собственно, сразу до приюта. Давайте награду за охоту получим. Камень ядовитого пола. А что? Ну, я так думаю, я думаю, его надо алхимичить. Ну, мы получаем одну карточку заслуг. О, бивень гигантского нарвала. Ммм. А это нам кому-нибудь подойдет. Мы получаем еще одну карточку наследие. И священный кинжал. Нормально. И деньги, деньги, деньги. Суперски, слушайте. Ну, и давайте тогда награда за заслуги. У нас с вами две карточки есть. Но мы обменяем их на улучшение корабля. Быстрее бороздить морские просторы. О, у нас новые заслуги появились. Позволяет покупать товары в лаках по сниженной цене. Увеличивает количество опыта, полученного в бою. Обалдеть. Больше предметов после врагов круто. Автоматически собрать все огоньки на поле боя. И снижает стоимость продолжения игры после поражения в бою. Я просто загружаюсь. Можешь меня простить. Ну, вот это, короче, я хочу. Первым, наверное. И вот это я хочу вторым. В общем, нам есть к чему стремиться. И давайте с вами снова встретимся на корабле. А вот и мы. Ну, и как видели, нас заставляют все улучшения покупать друг за другом. Это не очень приятно, но они там дальше крутые. Ух. Надо было, наверное, кофе закупиться. Ну, ладно. А, и я так смотрю на время и думаю, что пора этот эпизод заканчивать. Поэтому спасибо Андрею Фиолетову, Максиму, Вавеву, Мэйхаму, Мише Фомину и Зуклике за то, что продолжают поддерживать наш канал. Ну, и спасибо огромное всем вам, что вы приходите. Я очень постараюсь в ближайшее время все-таки перевести эпизод Актапаса. Но пока мне и Нина Куни очень даже радует и не хочется его бросать. Ну, а начнем следующий эпизод с того, что экипируем все нишники, что нашли. А пока на этом все. Всем удачи, счастливо. Пока-пока. До встречи в следующем эпизоде.